В этом году открытие юбилейных районных рождественских чтений совпало с другим не менее важным событием – Всемирным днём ребёнка. Чтения начались с просмотра записи послания патриарха московского Кирилла. Затем с приветственной речью обратился заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнёв, который напомнил собравшимся о главной задаче встречи – повышении культурного и духовно-нравственного уровня молодёжи. Решение этой очень важной задачи зависит от сплочённости, от единства действий всех социальных институтов нашего общества, куда входит и государство, и церковь, и школа, и семья. Начальник управления образования Ленинского района Светлана Ломакова подняла один из главных вопросов – как свободу выбора данное ребёнку влияет на его ответственность и самостоятельность в дальнейшем. А даём ли мы взрослым детям свободу и право выбора? Как это не просвучит парадоксально, сплошь и рядом мы ограничиваем свободу ребёнка сегодня, чтобы обеспечить ему свободу на будущее. Дать ребёнку хорошее образование – свобода. Но проверять уроки до старших классов – значит не давать свободу самому ребёнку, отвечать за свои успехи и неудачи. Далее выступавшие отметили, что если ранее на воспитание, становление и социализацию детей влияли исключительно семья, школа и окружение, то сейчас в эту схему проник и прочно укрепился интернет. И с этим необходимо считаться. Около 80% детей проводят в сети в среднем 3 часа в день, а каждый седьмой подросток – 8 часов и более. Сегодня один из тезисов был о том, что есть свобода взлёта, это свобода творческая, свобода самореализации, свобода созидательная. А есть свобода падения, когда человек падает и некому его поддержать. Это свобода зависимости, ну такая псевдо-свобода на самом деле. И вот мы как раз говорили о том, что детям тоже надо понять, что такое свобода и куда им стремиться. Директор Центра детского творчества «Импульс» Нина Бессонова когда-то стояла у истоков районных рождественских чтений и помнит, как всё начиналось. Первые, вторые и третьи чтения были организованы именно силами сотрудников «Импульса». Сейчас главная гордость учреждения – конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово», который на днях стартовал в Ленинском районе. В основном мы шагаем по Евангелию, по евангельским историям. И интересно, дети, это открытый конкурс, жители Ленинского района с удовольствием участвуют, потому что вот мы рассматриваем в финале более 800 работ. И работа очень качественная, очень интересная, очень трудно бывает выбрать победителя. Работают связки с видновским благочением и другие образовательные учреждения. Мы бываем приглашены часто на праздники в храм Успенский. Такие праздники, как Рождество, Пасха. Готовим совместные праздники. К нам приезжают артисты, которых обучают в Успенском храме, которые ходят в воскресную православную школу. В рамках рождественских чтений в течение полутора месяцев в образовательных учреждениях Ленинского района пройдет еще много разнообразных мероприятий, встреч и экскурсий. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова